Книга «Открытым оком», 8 том. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 2045. На чем подлавливали затворников демоны? У бесовской силы, видимо, тоже есть какой-то каталог, кому и с каким пирогом подойти. Ответ. Сам Люцифер пал от гордости и тщеславия. На том и ловят особенно иноков. 1 Тимофея 3.6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Согласно этого, одного только в Библии стиха Златоуст выводит, что дьявол пал именно от гордости. Иезекиилия 28.17. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю. Монахи же ждут за свои томления особой близости к Всевышнему, и на обычные существования без чудотворений и без благоуханий не согласны. Вот тут и поприще рогатым, голыми копытами бери закупоренных иноков. Примеры из жития святых Исаакий Печорский, 14 февраля Сей преподобный, отец в миру, был богатым купцом, трапецким. Задумав стать иноком, он раздал все свое имение нуждающимся и монастыре, и пришел в пещеру к преподобному Антонию и просил его принять его в число иноков. Преподобный Антоний, предвидя, что сей муж будет подобно ангелам, подвязаться в добродетелях и сам уподобиться ангелам, исподнил его желание. Сделавшись иноков, преподобный Исаакий возлюбил суровую жизнь. Он не только надел на себя волосиницу, но велел еще купить себе козла и снять с него кожу. И из этой кожи, еще сырой и мокрой, он сделал себе одеяние и носил его сверх волосиницы, так что кожа-то высыхала на его теле. Тогда же Исаакий затворился в одной тесной пещере, которая была размером всего около четырех лотей, и там молился Богу со слезами. Пищей ему служила одна лишь просфора, но и ту он вкушал через день. Жажду он утолял водой, и то лишь в небольшом количестве. И пищу и питье приносили ему преподобный Антоний и подавал через столь узкое оконце, что в нем могла поместиться только одна рука. Кроме того, преподобный Исаакий никогда не ложился на одр, но сидя, сидя, подкреплял себя открытновременным сном. Так среди великих подвигов он пробыл семь лет, не выходя из своей тесной кельи. Однажды, при наступлении вечера, он по своему обычаю начал творить колнопреклонение, воспевая псалмы до полуночи. Когда же он утомился, то, погасив свечу, сел на месте своем. И внезапно пещеру озалил великий свет, яркий, как солнечный, и к преподобному подошли два беса в образе прекрасных юношей. Лица их светились, как солнце, и они сказали святому, «Исаакий, мы ангелы, а вот грядет тебе Христос с небесными силами». Поднявшийся Исаакий увидел множество бесов, лица их светились, как солнце, один среди них сел более всех, и от лица его исходили лучи. Тогда бесы сказали Исаакию, «Исаакий, вот Христос, поди перед ним и поклонись ему». Не поняв бесовской хитрости и забыв ознаменовать себя крестным знамением, преподобный поклонился тому бесу, как бы Христу. И тотчас же бесы подняли великий крик, возглашая, «Исаакий, ты теперь наш!». Посадив его, они и сами сели вокруг него, и вся келья и пещерная улица около той кельи наполнились бесами. Тогда один из бесов, мнимый Христос, сказал, «Возьмите сопели, гусли и тимпаны, и играйте на них, и Исаакий пусть пляшет перед нами». И тотчас бесы стали ударять в сопели, тимпаны и гусли, и, схватив Исаакия, они стали скакать с ним и плясать в течение долгого времени, утомив преподобного и оставив его едва живым, и таким образом, надругавшись над ним, бесы исчезли. На следующий день, при наступлении времени, когда по вогновению Исаакий вкушал свою пищу, преподобный Антоний подошел по своему обычаю к концу и сказал, «Ко концу! Благослови, отец Исаакий!». На сие не было никакого ответа, и, изумившись, Антоний подумал, «Уж не представился ли святой Исаакий?». И тогда послал в монастырь за преподобным Феодосием и за прочих братьев, придя братья, откопали пещеру и вынесли Исаакия, думая, что он умер, и положили перед пещерой, но тут заметили они, что Исаакий еще жив. Тогда игумен преподобный Феодосий сказал, «Поистине, пришедший с ним дело бесовское». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!